Ненаглядная моя дочка Смерть забыла ко мне дорогу Осень нынче плохая, длинная Кажется, что вся жизнь не была такой длинной, как эта холодная осень Настя работала секретарем в Союзе художников Организация конкурсов, выставок Все проходило через ее руки Письмо от Катерины Петровны Настя получила на службе Не читая, она положила его в сумочку После работы ей нужно было отправиться к художнику Тимофееву Чтобы рассказать о его жизни Союзу Когда Настя вернула свою квартиру на мойке Она открыла письмо от Катерины Петровны И куда я сейчас поеду? Разве отсюда вырвешься? Настя подумала о поездах Пересадке на усколеек, утряской телеги Неизбежных материнских слезах В высохшем саде И положила письмо в ящик письменного стола Две недели Настя занималась организацией выставки Тимофеева Все споря и споря со спыльчивым художником Который присылал свои работы, будто обрекал их на уничтожение В дверях появилась бестолковая, но добрая курьерша Даша Она делала Насте какие-то жесты рукой Настя подошла И Даша, ухмыляясь, отдала ей телеграмму Вернувшись на свое место Настя открыла телеграмму И ничего не поняла Катя помирает Тихо Какая Катя? Какой Тихон? Это, наверное, не мне Нет Телеграмма была ей Только тогда Настя заметила маленькие печатные буквы Заборья Она скомкала телеграмму и нахмурилась Кто-то сзади тронул ее за руку Это был художник Тимофеев Что? Прошептал он Ничего неприятного Нет, это, это так От одной знакомой Угу Пробромотал художник И успокоился Настя оделась Настя выбежала На улице валил водянистый снег На Исаиковском соборе Выступала серая изморозь Небо все ниже И ниже опускалась На город На Настю На Настю И на него Она вышла на Невский проспект К станции железных дорог Настя опоздала Билетов не было Стоя у кассы Она чувствовала, что вот-вот расплачется Что с вами, гражданка? Недовольно спросила кассирша Ничего, ответила Настя У меня просто мама Она вдруг резко повернулась и побежала Куда вы? Стойте! Кричала ей вслед кассирша Сразу надо было сказать Подождите минуту В этот же вечер Настя ехала в заборье Ей казалось, что красные стрела еле тащатся Тогда как поезд Быстро мчался сквозь ночные леса Обдавая их паром И оглушая подстерегающим криком Хранили Катерину Петровну наследство В следующий день Подморозило На небо было светлое, но серое Будто через него протянули холстину Кладбище было за селом Над рекой На нем росли желтые вербы По дороге встретилась учительница Она совсем недавно была в заборе И поэтому еще никого не знала Учительница была молоденькая Сероглазая Совсем еще девочка Там, в райцентре У нее осталась мама Такая же старая Седая И полная забота о дочери Женщина Учительница Учительница вдруг осмелилась И спросила А верно быть Одинокая была Эта бабушка Эх, милая Завела бабка Матрена Почитай Совсем одинокая А какая задушевная была Какая сердечная Все Бывало Сидит На своем диванчике И поговорить ей Не с кем Да есть У нее дочка В Ленинграде Видно Высоко залетела Вот и Померла Одна Без родственников Без людей Учительница подошла К гробу И поцеловала В желтую высохшую руку Катерину Петровну А потом повернулась И ушла В заборе Настя приехала Через два дня Она застала Свежий могильный холм На котором земля Смерзлась комками И темную комнату Катерины Петровны Из которой Жизнь ушла Кажется Давным-давно В этой комнате Настя проплакала Всю ночь Пока за окнами Не засинел рассвет Ненаглядная Моя Доченька Вспоминала Последнее письмо Настя Ненаглядная Вдруг она поняла Что еще никто Ее так не любил Как эта Дряхлая Брошенная Семьи старушка Здесь В скучном заборе Мама Как же это так Получилось Мама Настя поняла Что за последний год Она в первый раз Произнесла это Детское Милое слово Мама Мама Ведь родней У меня Никого Нет Мама Я больше Тебя Никогда Не увижу Как же Это так Мама Из-за Бори Настя Уехала На следующий день Она Постаралась Уехать Крадучись Чтобы ее Никто И ни о чем Не расспрашивал Она понимала Что никто Кроме Катерины Петровны Не снимет с нее Непоправимую Вину Невыносимую Тяжесть Невыносимую Невыносимую